Итак, провязав 16 сантиметров, 15-16 сантиметров метаночки нашей, мы приступаем к узору саванной на лицевой стороне. Итак, от вот этого краешка провязываете первую спицу полностью лицевой. И начнем со второй уже спицы. Итак, провязываете первой лицевой без изменения, как всегда у нас шла лицевая. Теперь продолжаете вязать рис от узора вот этого 3 петли. То есть одна у нас будет изнаночная, как я понимаю, в данном случае может у вас наоборот, затем лицевая, изнаночная. 3 петли, вот эти у нас будут продолжаться рисунок рис, также без изменения. Затем одна вяжется лицевая, и раппорт узора саванной у нас будет 8 петель. Я беру с этой стороны 4 последние, и с третьей нашей спицы 4 первые. То есть вяжете 8 петель, 4 с этой спицы, 4 со следующей спицы лицевыми. То есть 8 петель лицевыми. Это у нас уже 5, 6, 7, 8 петель. Все у нас будут лицевые. Теперь снова 1 лицевую. 3 узора перебеса петли. Снова 1 крайняя лицевая, как и в предыдущем, ряде без изменения. И наша внутренняя сторона вяжется лицевыми без изменения. Наши внутренние стороны, то есть 1 и 4 спицы вяжутся, как всегда, лицевой гладью, без изменения. Снова 1 вяжется полностью лицевой. Затем второй ряд узора сова у нас снова здесь. Первая без изменения. Затем 3 петли узора рис. У меня лицевая, изнаночная лицевая. Теперь снова 1 лицевая, но эти 8 узора совы, то есть 4 первых и 4 последних, мы уже вяжем изнаночные, то есть 1, 2, 3, 4 изнаночные с этой спицы. И первые 4 петли с отвертой. 3, 4. Снова 1 лицевая и 3 петли узора рис. Последняя лицевая без изменения. Снова провязываете. Лицевые 2 спицы внутренние. Итак, снова 1 петля 3 ряда лицевая. Теперь 3 петли узора рис. Снова 1 лицевая. 4 лицевых с первой спицы. и 4 лицевых со второй спицы. 1, 2, 3, 4. Теперь 1 лицевая. Вот видите, она у нас идет уже в третий ряд. И 3 петли узора рис. Девятая петля у нас лицевая, без изменения, как и в прошлой петле. Теперь снова внутренняя сторона полностью лицевая. Девятая петля. Девятая петля. Девятая петля. 3 петли узора риса. Девятая петля. Девятая петля. Девятая петля. Слово внутренняя сторона. Давайте уже самостоятельно. Продолжите. Пятый ряд. Слово 1 лицевая. 3 петли риса. 1 лицевая. 4 лицевых с первой петли. 4 лицевых со второй петлей. 1 лицевая петля, 3 петли риса, последняя лицевая. Итак, шестой ряд. Снова 1 лицевая петля, 3 петли риса. 1. Получается то, что вязали лицевыми рядами, что вязали. Теперь у нас изнанка. И нам нужно сделать перекрещивание вот этих 4 петель с наклоном вправо. Я беру дополнительную спицу. Можно в принципе обойтись и без дополнительной. Смотрите. Первые 2 петли с 4 мы оставляем, снимаем на спице и оставляем за работу. Проще, конечно, наверное, с дополнительной спицей. Можно просто с методом переодевания. Ну, снимаете и оставляете за работой 2 петелечки. Провязываете передние. Лицевыми. Теперь берете с дополнительной спицы. Я ее взяла другой немножечко, чтобы вы видели, о чем я говорю. Теперь с нее провязываете. У нас получилось, провязали мы с наклоном вправо. 2 петли. Провязали. С наклоном вправо 4 петли. Теперь берем следующие 2 петли из 4. Нашу конкурсовую мы поделили на 2 части. В одну первую завернули, а теперь вторую. С наклоном надо теперь уже влево. Мы оставляем спицу с двумя петлями первыми передами. Провязываем снова 2 лицевые. И со второй спицы провязываем снова 2 лицевые на основную спицу. И так у нас получилось с наклоном вправо 2 петли и с наклоном влево. То есть провязали наши 8 петель узора сова. Теперь та, что была лицевая, мы вяжем изнаночную. Снова 3 петли узора лица чередую. И последняя лицевая. Вот так вот у нас с наклончиком получилось. С наклоном вправо, с наклоном влево у нас 8 петель. Итак, провязали нашу внутреннюю сторону и начинаем вязать 7 ряд. Первая лицевая, 3 петли риса. Затем та, что была изнаночной, так и вяжем ее изнаночной. И дальше по узору. То есть наши 8 петель лицевые, значит мы их провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Та, что была изнаночной, изнаночной провязываем. 3 петли риса чередую. И последняя лицевая. И так дальше мы переворачиваем на внутреннюю нашу сторону провязываем гладью, которая у нас всегда будет гладью. И так мы закончили на 7 ряду. С 8 ряда по 16 ряд включительно мы провязываем по рисунку. То есть первая у нас будет всегда лицевая. Затем 3 петли риса. 1 изнаночная, 8 петель лицевых. 1 изнаночная, 3 петли риса. И последняя лицевая. Итак, встретимся с вами в следующем уроке.